Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Горжонко. На следующий день после того, как полиция Нью-Йорка опубликовала статистику преступности за декабрь, мэр Эрик Адамс отметил значительный прогресс в области общественной безопасности, но указал на одно постоянное препятствие – уровень рецидивизма. «Если бы мне пришлось использовать один термин, я бы назвал рецидивизм», – сказал Адамс. «У нас в городе около 1600 рецидивистов, они опасны, они совершают преступления снова и снова, и мы должны сосредоточиться на борьбе с ними». Тем не менее, отчет Нью-Йоркской полиции показал значительное снижение преступности по нескольким ключевым категориям, включая убийства, изнасилования, грабежи и воровство в особо крупных размерах. Это по сравнению с тем же отрезком 2021 года. Количество преступлений на почве ненависти также сократилось с 54 в декабре 2021 года до 29 в прошлом месяце. Однако, в общей сложности полиция в 2022 году зарегистрировала 126 537 преступлений, что на 22,5% больше, чем в 2021 году, когда в пяти районах города было зарегистрировано 103 388 преступлений. «Говоря об иммиграционном кризисе, Адамс также похвалил администрацию Байдена, которая объявила о новом законном пути для временного въезда в Соединенные Штаты для 30 тысяч мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа. «Это крайне важно. Это напрямую повлияло на наш город, потому что, к сожалению, другие муниципалитеты решили отправлять людей только в Нью-Йорк», заявил Адамс. Согласно сообщению администрации, со вчерашнего дня плата за проезд по тоннелям и мостам в Нью-Йорк из Нью-Джерси повысилась на 1 доллар. Эти новые ставки будут применяться к тем, кто путешествует через туннели Линкольна и Холланда, мосты Джорджа-Вашингтона, Байона и Гатлас, а также Аутобриж-Кроссинг. В сообщении также говорится, что в ближайшем будущем наличные платежи приниматься не будут. Для тех, кто путешествует в часы пик, то есть с 6 до 10 часов утра и с 4 до 8 часов вечера в будние дни, а также с 11 утра до 9 вечера в выходные, стоимость дорожных сборов Изи-Пяс вырастет, соответственно, с 13 долларов 75 центов до 14 долларов 75 центов. Вне пиковые часы эта цена увеличится с 11.75 до 12 долларов 75 центов. Агентство утверждает, что это повышение платы за проезд вызвано высоким уровнем инфляции. Скидки по-прежнему доступны в том случае, если у вас есть учетная запись Изи-Пяс через Центр обслуживания клиентов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Судья штата Нью-Йорк запретил регулирующим органам повышать заработную плату водителям Uber, заявив, что комиссия по такси и лимузинам недостаточно обосновала это повышение. Компания Uber подала в суд на комиссию в прошлом месяце и утверждала, что повышение оплаты, одобренное в ноябре, было слишком высоким и может потребовать от компании дополнительных расходов от 21 до 23 миллионов долларов в месяц на оплату труда своих водителей. Uber также утверждал, что, чтобы избежать дополнительных расходов, ему придется поднять тарифы на 10%, что может, в свою очередь, оттолкнуть пассажиров. Судья Артур Энгарон из Верховного суда штата согласился с аргументом компании о том, что комиссия использовала ошибочную методологию для расчета повышения заработной платы, включая такие факторы, как резкое повышение цен на бензин прошлым летом, которые с тех пор снизились. Uber назвал действия комиссии резким отходом от прошлой практики. Ожидается, что судья Энгарон вынесет письменное решение уже на следующей неделе. Представитель комиссии заявил, что она примет решение о подаче апелляции после изучения этого решения. Вы, вероятно, помните, что на Хэллоуин 2017 года некто Сайфуло Саипов проехал на арендованном пикапе по переполненной велосипедной дорожке в Эссайдо-Манхэттена, врезавшись в пешеходов и велосипедистов, в результате чего 8 человек погибли и более десятка получили ранения. Вскоре после того, как Саипову было предъявлено обвинение, президент Дональд Трамп написал в Твиттере, он должен получить смертную казнь. В прошлом году адвокаты Саипова обратились в Министерство юстиции президента Байдена с просьбой отозвать этот приказ. В конце концов, Байден выступал против смертной казни, но нынешний генеральный прокурор Мерик Гарланд отклонил запрос, и сегодня в Федеральном окружном суде Манхэттена началось судебное разбирательство по делу Саипова. Это первое федеральное судебное разбирательство с возможным смертным приговором при администрации Байдена. Решение Гарланда добиться вынесения смертного приговора Саипову, узбекскому эмигранту, вызвало споры среди некоторых ученых-правоведов и сторонников смертной казни. Некоторые утверждают, что президент должен придерживаться позиции против смертной казни, которую Байден заявлял в своей кампании, в то время как другие отмечают, что президент никогда не заявлял о какой-либо официальной позиции в отношении смертной казни. В соответствии с недавно вступившим в силу новым законом, некоторые популярные стиральные порошки запрещены к продаже в Нью-Йорке, но их все еще можно найти на полках магазинов. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк официально установил ограничения на количество потенциально вызывающего рак, химического вещества, которое можно найти во многих популярных чистящих средствах, средствах личной гигиены и косметических средствах. Соединение, называемое диоксан, образуется при производстве чистящих средств и химикатов. Моющие средства для стирки, как правило, имеют самые высокие концентрации диоксана из-за способа их производства. Новый закон, вступивший в силу с новогодней ночи, снижает максимально допустимую концентрацию диоксана в бытовых чистящих средствах и средствах личной гигиены до одной части на миллион. Сообщается, что из протестированных моющих средств четыре популярных бренда значительно превысили предел диоксана, при этом самая высокая концентрация соединения была обнаружена в Arm & Hammer Clean Burst. Другими средствами, в которых диоксан оказался выше лимита, были Tide Original, Arm & Hammer Sensitive Skin Free и Gain Original Plus Aroma Boost. Близится любимая неделя экономных нью-йоркских гурманов. NYC Winter Restaurant Week 2023 начнется 17 января, об этом говорится на сайте мероприятия. И, несмотря на свое название, мероприятие продлится почти месяц, так как заканчивается 12 февраля. Программа будет предлагать меню с фиксированной ценой, начиная с 30 долларов, в сотнях участвующих ресторанах во всех пяти районах города, говорится на веб-сайте учредителей. Так что же нужно знать голодным нью-йоркцам? Ну, во-первых, бронирование для широкой публики открывается завтра, 10 января. Зимняя программа 2023 года включает три варианта ценообразования 30, 45 и 60 долларов, которые рестораны могут предлагать по своему выбору обед, ужин или и то и другое, говорится на веб-сайте. Так что не пропустите и получите удовольствие от нью-йоркских ресторанов. Это было все к этому часу. С вами с места событий был Владимир Гржонко.